МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Да, супер! Молодец! Поисково-спасательный отряд «Отклик» сегодня проводит очередную тренировку. Из щенков они делают настоящих спасателей. Учат работать на завалах и находить людей в естественной среде. У нас сейчас довольно сильная собачья команда. У нас, я думаю, наибольшее количество собак, аттестованных на имеющих право использоваться для поиска людей в природной среде, в завалах, в Ленинградской области и в Санкт-Петербурге. Ну, соответственно, здесь мы занимаемся их подготовкой к возможным чрезвычайным ситуациям. Вот в таких условиях каждую неделю проходят тренировки поисково-спасательного отряда «Отклик». С точностью ювелира кинологическая группа оттачивает навыки работы в естественной среде. Бордер-колли Ася с первых минут тренировки рвется в бой. Хозяйке собаки Евгении приходится сдерживать порыв настойчивого спасателя. По собаке видно, сегодня ей обещали тренировку, и она ее ждет. Несмотря на то, что Асе уже 9 лет, а это считается пенсионным возрастом у собак-спасателей, она до сих пор одна из лучших в поисково-спасательной команде. Свою первую спасательную операцию Сася Евгения помнит хорошо. Мы поехали на сборы и аттестацию МЧС в Красную Горку с старшей собакой и с ней, но она должна была аттестовываться на следующей аттестации. Собственно, она была уже готова, но я не могла с двумя собаками одновременно на этот момент наступать. И ночью пришел вызов поздно вечером в другой конец области на спас-работы. И поскольку Блэку с пенелем нужно было на следующий день аттестовываться, я взяла ее, тем более там предполагала, чтобы достаточно тяжелый рельеф, а Бордер-Колли проще, чем маленькому спаниелю. Это была ее первая спас-работа. Евгения уже 10 лет занимается подготовкой поисково-спасательных собак и работы на спасательных операциях. Асе она взяла специально для поисково-спасательной службы. Бордер-Колли считается одной из лучших пород в поисковых работах. Отлично подходят для подобных работ овчарки и лабрадоры. Отличница. Отличница с комплексом отличницы. Я могу, я хочу, я буду, я найду всех. Очень хорошо работает, очень любит, готова просто за работу продать все и с ним вся шкурка отдаст, в общем, заработает смысл ее жизни. При этом она выступает в соревнованиях в спорте, она выступает по обиденцам, мы пробовали многие разные виды спорта. Она придет в крупных питерских соревнованиях по фрисбе, но вот искать, это просто ее все. Это вот ее жизнь и смысл. Вот сейчас она называли и не понимает, почему ее еще не пустили. В состав кинологической группы входят как добровольные спасатели-волонтеры, так и штатные кинологи. В любом случае, стать участником поисково-спасательного отряда «Отклик» может любой желающий. Сегодня в городе всего три штатные собаки с аттестатом. Эта цифра кажется совсем маленькой, но если сравнивать с количеством собак в стране, станет просто пугающей – всего 400 собак. А главный критерий, который предъявляется к собаке – это стабильная психика. А новые помещения и уж тем более работа на завалах не должны ее пугать. Она должна быть не агрессивной ни к людям, ни к животным, потому что мы не знаем, что может произойти, с кого она встретит. Она должна быть довольно настойчива, потому что мы называем драйвом. То есть она должна добиваться того, чего она хочет. Собаки, которые сдаются, или которым это неинтересно, или которые что-то боятся, они для этой работы не подходят. Двухмесячный щенок полутора годам сможет выйти на свое первое задание. Для собаки это своего рода игра и правила игры, и рассказывают на разном ландшафте, чтобы, оказавшись на месте, она не растерялась и смогла быстро включиться в работу. Спасательный отряд взаимодействует с Центром управления кризисными ситуациями. Именно Центр получает заявку на спасательные работы и после уже распределяет, кому отправляться на место. Если потерялся человек, то спасателям и волонтерам. Если это какой-то резонансный поиск, например, как был полтора года назад в Юнтово потерялся ребенок, тогда, собственно, весь город собирается, в общем, все свободные силы стягиваются, и, соответственно, организуется штаб, и в рамках этого самого привлекаются разные службы. У нас есть договоры об информационном обмене с ЦУКСами, и они нас привлекают в том смысле, когда они считают нужным на помощь спасателей, кинологов и так далее. Пик поисково-спасательных работ начинается в мае и идет до тех пор, пока не ляжет снег. Поисковые собаки ищут человека по запаху и дыханию. Если говорить об общем, так сказать, опыте людей в отряде, не конкретно к нашему отряду, а в целом в скольких операциях наши люди принимали участие, то это точно больше тысяч. В позапрошлом году в Ленинградской области за сезон было порядка трех тысяч потерявшихся в лесу. В прошлом году было порядка семиста. В большом счете это образ жизни, потому что если этим заниматься серьезно, это всегда образ жизни. По-другому невозможно какие-то... Все остальные планы приходится отодвигать. Точнее говоря, как приходится всю свою жизнь строить вокруг того, что ты занимаешься в ПСС, и ты готовишься под реальную работу. Потому что я занимаюсь еще и спортом, и я с собаками, и я имею возможность сравнивать. Если я не готова к каким-то соревнованиям, ничего страшного не случится. Если я не готова к поисково-спасательным работам или собаке, к которым я не готова к поисково-спасательным работам, это в общем катастрофа. Потому что если мы отрабатываем не на максимум, который мы можем на данный момент показать, это значит, что где-то кому-то может быть очень плохо, и в общем ответственность очень высокая. Тренировки проходят в любую погоду, вне зависимости от сезона. Практика в связи с последними событиями показывает, что помощь специально обученных собак может понадобиться в любой момент.